Итак, вот такой такт, ритмический вариант. ТАЙ, 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 ТАЙТИ, ТАЙТИ. Казалось бы, тоже все очень просто, но композитор нам усложняет задачу. Он берет и соединяет лигой вот эти две нотки. У нас получается длинная нотка, которая состоит из пяти долей. Раз, два, три, четыре, пять. Пять долей в середине такта получается. Мы с вами должны это грамотно прочитать. ТАЙ, ТАЙТИ. Еще один такт, но это такт простой. Мы с вами уже знаем, что он состоит из трех. Сложный такт состоит из трех простых. Здесь нет ничего сложного. ТАЙ, ТАЙ, ТАЙ. Очень простой такт для нас с вами сейчас уже. Ну и вот такой вот вариант ритмической группировки дает Шостакович. ТАЙ, ТАЙ, ТИ, ТАЙ, ТИ, ТИ, ТИ. И тоже вы мне скажете. Ну здесь же все просто, мы уже все понимаем. Три простых такта, которые входят в один сложный, длинный. Но композитор нам опять усложняет задачу. Он опять делает лигу, соединяет здесь вот эту четверть с точкой, с восьмушечкой. И получается в середине такт опять длинная нотка, которая состоит раз, два, три, четыре из четырех долей. Мы с вами должны опять грамотно прочитать или спеть этот ритмический рисунок. ТАЙ, ТИ, ТАЙ, ТИ, ТИ. Я хочу сказать, что конечно мы видим, что ритмы здесь трудные, ритмические рисунки такие затейливые. И для того, чтобы хорошо и грамотно и легко прочитать этот ритм, тем более спеть мелодию с таким ритмическим рисунком, нужно, чтобы у вас выработалось внутреннее ритмическое ощущение, внутренняя ритмическая пульсация. Вот то самое музыкальное сердечко, о котором мы говорили в самом начале нашего занятия. И для этого я вам предлагаю выполнить некоторые ритмические упражнения. Движение нам всегда поможет во всех ритмических сложностях. Ну, вот кто умеет танцевать вальс, для того эта задача вообще будет гораздо проще. Кто не умеет, потому что вальс мы помним, это три четверти, это три доли. Кто не умеет, мы сейчас немножко поучимся. Но не вальс, конечно, а некоторые движения. Итак, сначала приседаем на одну ногу. Раз. Выпрямляемся на вторую. Два. Три. У нас с вами три дольки. Первая долька тяжелая, мы на ней приседаем. Раз. Выпрямляемся и вторую, и третью слабые дольки ходим как бы на носочках. Еще раз. Раз. Два. Три. Теперь на другую ногу. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Это мы с вами как бы размер, ну, в данном случае, три восьмых. Да? Можем произнести доли восьмушками. Ти. 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 Мы с вами пытаемся усвоить этот метр, как бы, чтобы он вошел в наши внутренние ощущения. Хорошо, но вы помните, что там ведь не три восьмых, а девять восьмых. Тогда мы с вами сделаем так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. А сейчас просто одними ритмослогами на Ти. 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 Вот так вот несколько прямо раз. Походите дома, проговорите. Следующее упражнение. Теперь танцуют ладошки. Не ножки, а ручки. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Именно танцуют. Постарайтесь сделать, как бы, разделить, вообще, показать относительно сильные дольки. Сильная долька, относительно сильная. И еще одна. Раз. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Раз. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Потом мы с вами помним, что там ведь было в такте девять восьмых три простых такта, которые сами по себе уже дают треугольную пульсацию. Мы сейчас сделаем так. Раз, два, три. Раз, проговариваем. Два, три. Ну и сейчас снова ритмослогами. С названием ступенек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, после того, как вы поделаете эти упражнения, вернемся к нашим ритмическим рисункам. И попробуем сейчас произнести их уже вместе с каким-то, я надеюсь, уже немножечко выработанным ощущением внутренней пульсации. Вот это вот музыкальное сердечко, оно сейчас уже в вас должно немножко стучать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И для этого мы сейчас с вами будем проговаривать ритмические рисунки, которые здесь записаны. Одновременно прохлопывая или простукивая, да, кому как удобно, метр. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Теперь вот так у нас еще раз. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Дальше второй такт. Та-та-та-та-та. Вот неправильно я сейчас делаю, потому что ника же была длинная нотка. Еще раз. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Обратите внимание, что я даже голосом выделяю относительно сильную долю. И, конечно же, хлопками тоже ее нужно подчеркнуть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Этот пульс прямо подчеркнуть. И так. Следующий такт. Еще раз. Следующий такт вы мне скажете, что совсем простой. По сравнению с теми сложными, которые уже были. Ти-ти-ти-тай-тай. Еще раз. Ти-ти-ти-тай-тай. Следующий. Тай-тай-тай. Простой такт. Дальше. Тай-тай-ти. Еще раз. Та-ти-тай-тай-ти. Чуть-чуть акцентируем каждую относительно сильную дольку. В данном случае она спрятана. И очень важно почувствовать внутренние ощущения этой доли, в то время как она длится во времени. Та-ти-тай-ти. Та-ти-тай-ти. То есть мы как бы ощущаем ее внутренне. И последний. Та-ти-тай-ти. Та-ти-тай-ти-тай-ти. Я очень надеюсь, что вот эти ритмические упражнения помогут вам. И знания, которые сегодня есть, и у вас не было, и вы их получили, помогут вам в освоении каких-то сложностей и ритмов новых. И желаю вам удачи.